МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня следователи допрашивают на рдепа Сергея Пашинского и раненого имя Вячеслава Химикуса, мужчину, который оказался на больничной койке после разговора с народным избранником. Допрос длится уже девятый час. О чем рассказали участники скандальной истории, узнаем у Александра Васильченко, он с нами на проймемсвязи. Саша, где очная ставка и что говорят фигуранты и главный свидетель? Екатерина, добрый вечер. Очную ставку проводят в травматологическом отделении 9-й горбольницы Киева. Именно здесь лечится Вячеслав Химикус, которого нардеп Пашинский подстрелил в новогодний вечер под Васильковым. Со времени инцидента это их первая встреча. Сам допрос назначили на 12 дня. Первыми приехали жена Химикуса и его адвокат. Защитник сообщила, что на очной ставке допросят всех фигурантов дела, в том числе и главного свидетеля, водителя микроавтобуса. Пашинский от общения с прессой отказался. Вместе с женой зашел через черный ход. Пройти к ним невозможно. Больничные коридоры под охраной. Очную ставку устроили в одной из палат. Пока шел допрос, в коридоре отделения неизвестный устроил настоящий перформанс. Он принес чучело с фото Пашинского. Правда, зачем все это, мужчина пояснить не смог. Что-то не стало, все неведомо. Экспертиза сюда. Нашли вот человека, который был поломан, что-то с ноги не понять. Нужно его в травматологии, чтобы лекарства разобрались. Сам допрос проходит с перерывами. И во время одного из них адвокат Химикуса сообщила, что был допрошен главный свидетель, это водитель микроавтобуса. По ее словам, он не помнит, был ли предупредительный выстрел, но полностью подтверждает версию Химикуса. А вот адвокат Пашинского. Все заявления защитника Химикуса опровергает. Утверждает, водитель наоборот, свидетельствовал в пользу нардепа. Но никаких подробностей не сообщил. Также появилась информация о том, что сам Пашинский изменил свои показания во время допроса. Это сообщил адвокат Химикуса. Якобы он заявил, что стрелял в мужчину не лежа на земле, а стоя. И это полностью противоречит его первоначальной версии. Пока эту информацию проверить мы не смогли, потому что Пашинский до сих пор находится на допросе. Но как только он выйдет, мы узнаем все подробности очной ставки. Также со слов адвокатов, участники конфликта пока еще находятся в статусе свидетелей. На эту минуту это вся информация. Мы продолжаем следить за событиями. Екатерина. Александр, спасибо за ту информацию, которая есть к этому часу. И пресловутый глок, из которого Пашинский стрелял в Химикуса, нардепу подарил однопартийцы и глава МВД. Впрочем, это не единственный оружейный презент от Авакова. Пашинскому он пожаловал и штурмовую винтовку «Форд». Об этом пишут журналисты «Украинской правды» в своем расследовании. И по их данным, на подобные подарки министр не скупился. Автоматы Калашникова, винтовки, пулемет Максима и даже легендарный спортивный советский пистолет Марголина. Вот далеко не полный список наградного оружия, которым Аваков щедро одаривал однопартийцев из Народного фронта, друзей и коллег. За какие заслуги вопрос, но за два с половиной года он раздал свыше тысячи единиц стволов. Около 900 на руках офицеров МВД, Минобороны и Нацгвардии. Вооружены также волонтеры, работники прокуратуры и почти сотня нардепов. Один из рекордсменов – бывший премьер Арсений Яценюк. У него три пистолета и даже пулемет. Первый же месяц после назначения, пишут журналисты, Аваков раздал функционерам самообороны Майдана 49 пистолетов. Полный список фамилий награжденных журналисты не публикуют, но говорят, им известны 400 человек из Наградного фронта Авакова. Статью журналистов прокомментировали и в МВД. В материале усмотрели оружейный лоббизм и пришли к неожиданному выводу. Авторы призывают сделать огнестрельное короткосвольное оружие более доступным для украинцев. Что касается наградных стволов, то, поясняют при службе, их просто так не жалуют, а дают за особые заслуги. Правда, на вопрос журналистов, за что же нардепы удостоены такой чести, ответить не смогли и посоветовали спросить у самих награжденных. А вот нардеп Сергей Каплин считает раздачу наградного оружия прямой коррупцией и подозревает главу МВД в получении неправомерной выгоды. У нас есть информация, и мы хотим проверить ее, о том, что большинство единиц оружия выдавалось за взятки. То есть тысячи и тысячи пистолетов, винтовок, автоматов выдавалось за 10, 15, 20 тысяч долларов, тем самым легализируя получение огнестрельного оружия. По нашим расчетам, Аваков на этих операциях мог заработать порядка миллиарда гривен. Аваков раздает боевое оружие, тем самым объединяя вокруг себя, консолидируя определенные силы с целью, во-первых, защиты от отставки, второе, я не исключаю, что в будущем захвата власть. Действительно ли глава МВД зарабатывал на наградном оружии, возможно, разберется Временная следственная комиссия Верховной Рады. Сергей Каплин уже зарегистрировал в парламенте постановление о создании такой комиссии. А в СБУ решили награждать украинцев оружием будут только один раз. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном сегодня на сайте Верховной Рады. О вручении будет составлен соответствующий протокол. После смерти награжденного подарок должен вернуться в органы. А лишить награды могут в связи с осуждением за совершение преступления. В Одессе скандал с участием нацгвардии. В интернет попали кадры, на которых военнослужащие избивают ногами лежащего на земле дебошира. Насколько правомерными были действия военных, разбирался Андрей Анастасов. Инцидент произошел вчера около 7 часов вечера в самом центре Одессы на Соборной площади. Здесь дебоширила компания пьяных молодых людей. Кричали, нецензурно выражались. Местные жители в итоге вызвали полицию. На вызов приехали бойцы нацгвардии, которые в эти дни также патрулируют город. По данным нацгвардии, когда наряд прибыл на место, двое дебоширов, граждане Молдовы, выбивали дверь в квартиру жильцов одного из домов. Силовики пытались их задержать, те вызвали подмогу. И все это с криками, руганью, потасовкой. После чего, как прибывали наши наряды, патрульная полиция, данных граждан было затримано. И все бы ничего, но в интернет попало видео, на котором тот самый наряд вот так усмиряет, по крайней мере, одного из дебоширов. Хотя тот лежит на земле. Автор этого видео – местный журналист. Она стала случайным свидетелем всего происходящего. Говорит, нацгвардейцы действовали неоправданно жестоко, а еще якобы отказывались показывать документы и сообщить, из какой части и в каком звании. На самом деле, просто когда людей бьют ногами, пинают, их оставляют на холодном снегу. Мне кажется, они немного вышли за рамки при выполнении своих обязанностей. Они были крайне жестокими. В нацгвардии заявили, бойцы действовали в рамках закона. Нарушители, мол, лезли в драку и провоцировали на дальнейший конфликт. А сцену с избиением ногами ее непосредственные участники объясняют так. Так как один из задержанных нанес первым удар в лицо патрульного, было принято решение применить, согласно закону Национальной гвардии Украины, применить меры физического вплыва для припинения правопорушных дей. В любом случае, в нацгвардии теперь проведут служебное расследование. И если действия бойцов признают незаконными, материалы направят в военную прокуратуру. Что касается дебоширов, то их уже отпустили, составив протоколы об админнарушении по статьям хулиганства и злостное неповиновение. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Нацполиция завершила служебное расследование по трагедии в Княжичах, в результате которой погибли пятеро правоохранителей. Как сообщил зампредседателя нацполиции Александр Вакуленко, нацполиция готова привлечь виновных к ответственности дисциплинарной, но кто о них не сообщил. Сказал, делом занимается прокуратура. На время проверки были отстранены от службы 25 полицейских, хотя раньше в полицию уже нашли виновного. По словам исполняющего обязанности главу нацполиции Вадима Трояна, это погибший во время перестрелки майор спецподразделения КОРД. Исходя из версии Трояна, за гибель полицейских на скамью подсудимых никто не попадет. Впрочем, это не единственное резонансное дело, которое до сих пор не раскрыто. После убийства журналиста Павла Шеремета прошло уже полгода, а в МВД сегодня снова сообщили, никаких подробностей о ходе следствия сказать не могут. Наличие мантии магнит для взяток. Очередного служителя Фемиды поймали на горячем. Фигурантом громкого задержания оказался человек, уже не раз замеченный в других скандалах. За что судья просил деньги и как развивались события после ареста, знают наши корреспонденты. Потуплен взгляд и пачка денег на снегу. Накануне вечером генпрокуратура на горячем задержала судью столичного хозсуда. Очередным судей-колядником оказался Любомир Головатюк. Деньги требовал за нужное ИСУ решение суда. После задержания в интернете появились фото судьи в синяках. В генпрокуратуре обещают разобраться и с этим. В связи с этим в генеральной прокуратуре уже зареєстровано криминальное проведение. Как за фактом действия опору працівникам суду при затриманні, так и за фактом неверного його побиття. В суде уже объявили подозрение в получении взятки. Кстати, фамилия Головатюка не раз фигурировала в журналистских расследованиях. Главная причина – сомнительные судейские решения. Но по-настоящему известным этот служитель Фемиды стал из-за дела Межигорье. Вот одно из решений от 2008 года. В нём Кабмин пытается оспорить договор и свидетельство о праве собственности на государственную резиденцию, полученную частной компанией. Среди тех, кто рассматривает дело, и судья Головатюк. Именно он один из тех, кто дал добро схеме передачи резиденции в частные руки. Ещё в 2014 году на этом акцентировали и общественные активисты. Но судья продолжал работать. Сначала ТОВ Медвендастрей, потом ТОВ Танталит за оказыванием Януковича. Такую схему реализовали украинские судьи. Они до этого времени работают и носят судейский мантий. Отстранят ли судью от должности, решит суд. Вскоре ему должны избрать меры пресечения. Генпрокуратура будет требовать содержания под стражей. Головатюку грозит до 8 лет тюрьмы. Анна Каменева, Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. На взятки погорели и в Волынской области. Там задержали начальника полигона одной из воинских частей. Операцию проводила СБУ вместе с военной прокуратурой и полицией. Капитан постоянно выдавал незаконные разрешения на вырубку леса на территории полигона, за что и требовал деньги у бизнесменов. Взяли его в рабочем кабинете после получения части взятки. 10 тысяч гривен. Раньше были зафиксированы еще два факта получения так называемой прибавки к зарплате. Боевики снова увеличили интенсивность обстрелов в зоне АТО. Один украинский военный ранен. Ночью противник вел огонь из ствольной артиллерии в сторону Попасной. На Донецком направлении из минометов запрещенного калибра накрыли Луганское, Троицкое и Зайцево. Подробнее о ситуации на линии фронта. Ирина Баглай. Вопреки всем договоренностям, боевики на Ясиноватской развязке вывели на линию фронта тяжелые орудия. Они применили танк. Значит, финанские договоренности все пошли на смарочку. Спрячут они его на какой-то позиции. Потом определенный момент выскакивает, отрабатывает свое и обратно прячется. А выстрелов сколько? Ну, по БК. Если по БК, то, примерно, 28 штук за раз. Три ночи подряд Авдейская промзона сотрезалась от разрывов. Бог наш дом охраняет, и оно падает рядом. Вот уже, наверное, мин 10 упало. Видите дом? Пули в него попадают. Слава Богу, крепкий. Работает ихний утес, который у них на вооружении. У нас же нету такого. Эта ночь выдалась относительно тихой, говорит Станислав, хотя перестрелки тут не прекращаются. Через неделю у парня свадьба. Ждет, не дождется, когда увидит любимую Викторию. А пока участвует в организации праздника только по телефону и старается ограждать невесту от звуков войны. Ей не надо это слышать. Иногда бывает, знаете, там разговариваю по телефону, звонит, а иногда что-то простреливается, что-то где-то взрывается. Я говорю, ковер выбивают. Но и Виктория знает о войне не понаслышке. Оба из прифронтового Мариуполя. Свадьба, говорит, боец будет скромной. Братья по оружию на фронте, а старые друзья теперь враги. Большинство служат на той стороне. Даже есть один знакомый, командир минометной батареи, только с той стороны, который работает по нашему направлению. Последние недели не рискуют подходить к позициям военных и штурмовые группы противника. Бои идут. Сейчас позиционно. Война. До Нового года они ходили в атаке. А сейчас идет все позиционно. Часть тишины армейцы обустраиваются, а отдых у них с книгой. Фэнтези. Как-то немного отвлекает хоть. Время часто есть для чтения? Ну, иногда хоть появляется. Чуть больше недели. Я быстро читаю просто. Библиотека в одной из самых горячих точек АТО. Идея одного из бойцов. С помощью волонтеров книги собирали всей Украиной. Теперь на этих самодельных полочках более сотни изданий. Для армейцев это уголок тишины, вопреки разрывающимся за бетонными стенами снарядам. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В Сирии внезапным ракетным ударом уничтожили авиабазу правительственных сил. Дамаск обвиняют израильтян. Иерусалим отмалчивается. А эксперты спорят, применялись ли во время налета новейшие самолеты пятого поколения. Больше расскажет Сергей Ослендер. Все произошло глубокой ночью на аэродроме Мезза к юго-западу от Дамаска. Там находится крупная авиационная база сирийской армии. Очевидцы сообщили, что сначала на территории аэродрома раздались несколько мощных взрывов, после чего начался сильный пожар. О жертвах пока не сообщается, но к месту возгорания сразу съехалось множество машин скорой помощи. Были сообщения, что удару подвергся и штаб бронетанковой дивизии, расположенной неподалеку от этого места. Разумеется, официальный Дамаск сразу обвинил во всем случившемся Израиль. 13 января в 00.25 из воздушного пространства оккупированной Палестины, северного побережья Тивериадского озера, ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по окрестностям аэродрома Меззе, в результате чего вспыхнул пожар. Кроме того, в социальных сетях и медиа стали активно распространять информацию, что в налете принимали участие новейшие самолеты пятого поколения F-35, которые израильские ВВС только недавно получили из Соединенных Штатов. Первоисточником этих сообщений стал некий информационный центр авиабазы Хмеймим. Никаких документальных подтверждений, разумеется, нет. Официальный Иерусалим все это даже не стал комментировать. И вовсе не потому, что налета не было, просто в этом вопросе израильские власти придерживаются такой политики. Ничего, что касается бомбежек в Сирии, не подтверждать и не опровергать. Что же касается участия F-35 в этом возможном налете, то это, конечно, вымысел, поскольку эти самолеты только недавно поступили на вооружение. Местные пилоты их только осваивают и к боевым операциям эти машины не допускают. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Санкции санкциями, а бизнес по расписанию. В Германии ждут высокопоставленного российского чиновника, который входит в санкционный список. Как ему удалось получить разрешение на въезд, расскажет Татьяна Лугунова. Санкциям, вопреки немецкие, российские СМИ сообщают, в Германию с визитом едет министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Чиновника, который находится в европейском санкционном списке и которому запрещен въезд на территорию ЕС. Ждут в Берлине на следующей неделе. О заграничной командировке министра сообщила пресс-служба его ведомства. Мол, Ткачев примет участие во встрече аграрных министров стран Большой Двадцатки. А немецкие журналисты попытались разобраться, а как же санкции. И выяснили, чтобы обойти запрет на въезд, власти Германии пошли на дипломатическую уловку. Якобы немецкий МИС специально повысил уровень встречи двадцатки, придав ей статус заседания под эгидой ОБСЕ. А в этом случае для невъездных участников можно сделать исключение. Министерство иностранных дел Германии эту информацию пока не комментирует. Но СМИ сообщают, Ткачев примет участие и в заседании двадцатки, и отдельно встретится с министром сельского хозяйства Германии, который выступает за поэтапное снятие санкций против России. Встреча будет закрытой, без журналистов. Во время пребывания невъездного министра в Берлине будет проходить еще одно важное аграрное мероприятие. Крупнейшая сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя». Немцы, впрочем, уже заявили на ней министр, точно присутствовать не будет. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Украинские дипломаты, впрочем, надеются, что Германия пересмотрит свое решение и не примет санкционного министра в Берлине. Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем твиттере, цитирую, «Мы сходим из того, что немцы не допустят нарушения санкционного режима». Президент США Барак Обама наградил вице-президента Джо Байдена высшей гражданской наградой страны – медалью свободы. На церемонии в Белом доме Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом в истории США и даже пошутил, что награждение даст интернету последнюю возможность поговорить об их мужской дружбе. Байден растрогался до слез. Я не заслуживаю этой награды, но она демонстрирует размах и щедрость вашего духа. Господин президент, я в долгу перед вами, перед вашей дружбой и вашей семьей. А уже 16 января, всего за несколько дней до того, как он покинет пост вице-президента, Джо Байден посетит с прощальным визитом Украину. У него запланирована встреча с президентом Порошенко и премьером Гройсманом. Таким образом, говорится в заявлении Белого дома, Вашингтон хочет еще раз продемонстрировать свою поддержку Киеву. Дональд Трамп сохранит внешнеполитический курс Барака Обамы, уверен глава Госдепартамента США Джон Кэрри. Он заявил об этом во время своего визита во Вьетнам. Кэрри, покидающий в ближайшие дни свой пост, считает, что новая администрация Белого дома будет, в частности, придерживаться принципов региональной безопасности и США станутся одним из основных игроков на мировой арене. Сорвать инаугурацию Дональда Трампа угрожают активисты. 20 января, в день церемонии, они собираются устроить акцию протеста в Вашингтоне. Тысячи людей хотят заблокировать 12 пунктов пропуска и дороги, ведущие к месту проведения инаугурации. Ожидается, что на церемонии придут 800 тысяч зрителей, а обеспечивать безопасность будут 15 тысяч силовиков. Дорогой президент, в результате победы Трампа финансист Джордж Сорос потерял миллиард долларов. Почему и чьи кошельки еще прохудились из-за смены лидера в Соединенных Штатах? В закромак толстосумом заглядывал Дмитрий Анопченко. У Сороса везде свои источники. Он всегда держит нос по ветру и зарабатывает на политике. Эта репутация позволила 86-летнему финансисту сколотить свое состояние ни много ни мало. 25 миллиардов долларов. Любые политические перемены, и он всегда в плюсе, но не в этот раз. The Wall Street Journal выяснилось, что в момент победы Трампа Сорос в один только день потерял миллиард долларов. Он вначале ошибся, сделав политические ставки на Хиллари, но затем просчитался со ставками биржевыми. Сорос был уверен, мол, из-за шока от новости, что Трамп победил, рынок пойдет вниз. И играл на понижение, но вскоре акции неожиданно рванули вверх, причем значительно. Проблема еще и в том, что если в штабе Клинтон у него были и друзья, и информаторы, которые могли заранее предупредить о решениях, влияющих на рынок, то в окружении Трампа никого. Но что там Сорос? Агентство Bloomberg подсчитало, что в день, когда победил Трамп, богатейшие люди планеты мгновенно лишились 41 миллиарда долларов. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины. В десятой части своих состояний в один день лишились мексиканские толстосумы. Тот же Карлос Слим, самый богатый человек Мексики и совладелец знаменитой Нью-Йорк Таймс, проснувшись утром, недосчитался 5 миллиардов. И продолжает беднеть. С каждым новым заявлением Трампа мексиканская валюта катится вниз. Американские богачи суммарно потеряли 10 миллиардов долларов. По Украине данных пока нет. В отношении же России Форбс уверяет, что состояние ее бизнесменов за последние два месяца выросло. Почти на 30 миллиардов долларов. После заявлений Трампа о налаживании отношений с Москвой стоимость российских акций растет. Но это не показатель. Ведь из-за санкций российский бизнес потерял в 10 раз больше. 380 миллиардов. Что интересно, состояние самого Трампа за эти несколько месяцев, если увеличилось, то крайне незначительно. Всего лишь на несколько процентов. Но выросла узнаваемость бренда. Трамп Тауэр в Нью-Йорке, Трамп Отель вот здесь, в Вашингтоне. Все они мгновенно стали местными достопримечательностями. И сотни туристов приходят каждый день, чтобы сделать селфи. На фоне имени 45-го президента Америки. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А мировые СМИ продолжают выяснять новые подробности резонансного компромата на новоизбранного президента ШАМ. Что накопали журналисты, смотрите во второй части нашей программы. Кроме того, вы увидите. Время на опеке? Как нацбанки объясняют падение национальной валюты? Без заработка чем недовольны предприниматели в Днепре? Праздники заканчиваются. С понедельника открывается пленарная неделя Рады и политики возвращаются в Украину. Сегодня на родину после каникул прибыл и лидер радикальной партии Олег Ляшко. У вип-терминала аэропорта Борис Паль-Ляшко заметили журналисты одного из интернет-изданий. Он рассказал, что был в Таиланде, где провел 10 дней вместе со своим замом и парламентским коллегой Юрием Сухиным. Праздники виноваты. Падение гривни. В НБУ объяснили, падение курса национальной валюты связано с традиционным сезонным спадом деловой активности. Зампредседатель Нацбанка Олег Чири утверждает, что гривню ослабил экспорт. Дескать, из-за падения продаж украинской продукции за рубежом в страну стало приходить меньше вечно зеленых банкнот. А спрос на них при этом не уменьшился. Как следствие, доллар подорожал. Сегодня в обменниках он превысил порог в 29 гривен. Чтобы стабилизировать курс, НБУ обещает и дальше участвовать в межбанковских торгах. Например, сегодня банк вышел на аукцион со 100 миллионами долларов. Наказать тех, кто не повысит в этом году минималку, пообещал Владимир Гроссман. Об этом он заявил во время посещения правительственного контактного центра, куда украинцы обращаются с жалобами. Кроме неправильного начисления субсидий, жилищно-коммунальных тарифов и плохого состояния дорог, люди чаще всего сетуют на то, что работодатели переводят их на полставки. Глава правительства поручил местным властям разобраться с каждой подобной жалобой и заверил, что уже в январе более миллиона бюджетников получат зарплату не менее чем 3200 гривен. Деньги в госказне для этого есть. В Днепре сегодня митинговали. Люди пришли к губернатору с требованием остановить чиновничий беспредел в городе. Дескать, местные власти погрязли в коррупции и всячески давят на предпринимателей. Удалось ли бизнесменам достучаться до областного руководства, знает Елена Миндалюк. Галина, предприниматель со стажем, свой киоск купила в 2001-м. Все это время без проблем торговала местной продукцией. Но перед Новым годом получила извещение в течение пяти дней убрать МАФ. Когда этого не сделала, в начале января пришло очередное письмо. Горсовет в одностороннем порядке расторг с ней договор, который был заключен до 2018 года. Мне сказали, можете не трепыхаться. Там есть человек, который эту землю будет благоустраивать. Когда я спросила, как он будет благоустраивать, может быть и мы это можем сделать, мне сказали, он поставит новые красивые киоски и будет сдавать в аренду. Хотите работать, берите в аренду. В такой ситуации оказались сотни предпринимателей. Многие пытаются отстоять свой бизнес уже восемь месяцев. Вначале пытались договориться с чиновниками. Не получилось. Тогда пошли в суд. Только сегодня у нас был суд. Мы его выиграли, к счастью, по забеспечению поздно и Горсовету запрещено сносить наши киоски до решения суда. А суд решает важный вопрос. Законно ли сносить киоски без решения суда? Мы уверены, что мы победим. Сегодня предприниматели пришли к областной администрации, требовать защитить их права. Говорят, в городе творится беспредел. В качестве доказательства принесли документы и готовы их передать губернатору. Документы, которые подтверждают отмывание денег, незаконные конкурсы и так далее. Здесь, в этом здании, сидит человек, который является представителем президента, представителем гаранта Конституции Украины. А наши все обращения в правоохранительные органы должны реализоваться через реальные уголовные дела и посадки всех с ОПГ Филатова. Губернатор согласился принять только депутата. Встречались за закрытыми дверями, без камер и журналистов. Минут через 40 вышел зампредседателя облад администрации и сообщил, что касается сноса мафов, это ответственность исключительно городской власти. А вот с возможными фактами коррупции будут разбираться правоохранители. Вся позиция будет донесена, в том числе и до правоохранительных органов, и до министра внутренних дел, и до генерального прокурора. Передать правоохранителям документы, которые принесли участники акции протеста, областные чиновники пообещали до вторника, тогда же должны отчитаться о результатах. Сами предприниматели говорят, готовы подождать, но недолго. Елена Медалюк, Евгений Конденцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. А в соседней Запорожской области фирма занималась продажей фальсифицированного алкоголя, причем реализовывали его через сеть супермаркетов. Работали с размахом. За сутки в области сбывали до 2000 литров суррогата. Свои склады у фирмы были в Запорожье, Бердянске и Мелитополе. Во время обыска в сотрудники СБО обнаружили почти 20 тысяч бутылок фальсифицированной водки. Общая стоимость партии 2 миллиона гривен. Изъяли также 1000 литров спирта неизвестного происхождения и наличку полмиллиона гривен. Без крыши над головой. В Черкассах единственный в области драмтеатр уже второй год работает без кровли. Летом 2015-го там вспыхнул пожар и тогда чиновники всех уровней от областного до городского обещали отремонтировать помещение в кратчайшие сроки. Но трупа до сих пор остается под открытым небом. Здание тем временем продолжает разрушаться под действием осадков. Почему чиновники безучастны к театральным проблемам, выяснял Станислав Кухарчук. Актеры Черкасского областного драмтеатра рассказывают, их уважают за то, что до сих пор не опустили руки. Уже два года, с лета 2015-го, они не выходили на родную сцену. Во время пожара огонь полностью уничтожил зрительный зал, оркестровую яму и крышу. Но труппа ни на день не прекращала работу. Репетиции проводят в старенькой реквизиторской. Мы уже привыкли, скажем так, хоть до плохого привыкать не хочется. Но в таких условиях, доброе, что нас принимают другие заклады, филармонии, домики, колыка. А так, то ждем, все-таки, разрушения хоть небольшие, но есть. Сразу же после пожара местные чиновники обещали помочь восстановить театр. По факту, кровлю ремонтировать начали лишь в конце прошлой осени, буквально за несколько недель до снегопадов. Строители полностью сняли остатки старой кровли. Но новую положить не успели. Теперь даже неповрежденное огнем помещение разрушает талый снег. Тут не было поврежденного, так, частково, но они решили, что сейчас, в зиму, в час это делать. Актер Александр Гуменный говорит, у него дежавю, уже вторую зиму театр без крыши. Снег, дожди и морозы постепенно уничтожают здания, а власти продолжают только обещать. Почти год чиновники искали деньги, еще столько же согласовывали проекты и снова искали, но уже поставщиков стройматериалов. На Новый год обещали, что не Новый год, уже будет дах, уже будут веки. По факту, де-факту, снова таки, обещанки остались тем, чем они, на жаль, остаются до ныне. На первоочередные строительные работы из различных бюджетов выделили 23 миллиона гривен. Но подрядчик осилил лишь половину запланированных работ. Из-за постоянного внимания СМИ у прораба уже сдают нервы. В задержке работ подрядчик не виноват, объясняет в областном управлении капстроительства. Металлоконструкции для кровли и окон заказывали за границей, их только недавно привезли в Украину. Строительство перекрытий планируют закончить уже в ближайший месяц. А вот насчет обещанной полной реконструкции театра, чиновники уже опасаются что-либо прогнозировать. Проект еще разрабатывается, но сумма расходов уже примерно подсчитана. Полная стоимость работ по реконструкции театра оценивается почти в 140 миллионов гривен. Где их взять, руководство области до сих пор не знает. В черкасских школах продлили карантин еще на неделю. В прошлом департаменте решили не рисковать. В городе эпидпорог превышен на 15%, а в целом по области почти на 60%. За последнюю неделю количество больных гриппом в Черкасах снова начало увеличиваться, а инфекционная больница сейчас едва справляется с потоком пациентов. От осложнений умер один человек. Чиновники решили, еще одна дополнительная неделя карантина в школах в такой ситуации лишней не будет. Хотя вместе с зимними каникулами вынужденный отдых у школьников длится четвертую неделю. Как будут потом догонять учебную программу в департаменте, пока не думали. С проведением карантина, где-то с 31 по 10 сечня точно, мы уже даже не просили допомоги в детской больнице. Для нас сейчас главное, чтобы дети были здоровы. И для того, чтобы не было поширения инфекции, поширения хороб. Снег, метель и пробки на дорогах. Погода продолжает бушевать на Закарпатье. Сноптики прогнозируют метели и завтра. Правда, в горах обещают подцепление и мокрый снег, переходящий в дождь. А вот в воскресенье снова вернутся морозы. Как в регионе ликвидируют последствия непогоды, расскажут наши корреспонденты. Предприниматель Мартин едет из Чехии в Днепр, везет товар на продажу. Пересек словацко-украинскую границу в Ужгороде, выехал на трассу и задумался. Продолжить путь или переждать непогоду? Ведь на прошлой неделе метель уже застала его в дороге. В итоге добирался до Киева вдвое дольше, чем обычно. Дороги ужаснее, катастрофично ужаснее. Единственная у нас дорога – это Киевчоп. Когда был первый снегопад, я ехал до Киева 23 часа. Ну, тут это нереально было ехать. Вся снегоуборочная техника, а это почти 170 машин, с обильным снегопадом не справляется. Эта пробка образовалась буквально в 16 километрах от Ужгорода на трассе Киевчоп. Первый же небольшой подъем, заметенный снегом, и машины дрифтуют. Региональная служба автодорог приняла решение приостановить движение крупногабаритного транспорта по всем дорогам в области. Грузовики отправят на стоянку, пока погодные условия не изменятся. Было обмежено рух великоваговых и великогабаритных транспортных средств на автодорогах государственного значения Киевчоп, Мукачево, Рогатин, Львів. Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта рух действуется в том же нормальном режиме. Засыпало снегами областной центр. Жители Ужгорода жалуются на нерозчищенные дороги и тротуары. Зима должна быть зимой. Но все дело в том, что стыдоба, что дорога не чистят. С него очень тяжело, коляска. Мы розчищены, дорога слишком. В мэрии признают, техники не хватает, а то, что есть, работает круглыми сутками. Но расчистить все дороги и тротуары города все равно не успевает. Дескать, снегопад в этом году аномальный, ничего подобного не было уже лет 30. При такой интенсивности снегопада утримувати в чистоте, або в прибранном стане, 119 км доріг, эти 12 одиниц техники треба множити на 50. Останній раз місто такую зиму мало в 1987 році. Завтра так же обещают снегопад. В низинных районах потепление до 2 градусов тепла. Снег будет переходить в дождь, а после воскресенья вернутся морозы. Похоже, единственные, кто радуется аномальным снегопадам, дети. На этой неделе в школу они так и не пошли. Им продлили каникулы. Марина Кавай, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Снежный апокалипсис или банальная неэффективность работы муниципальных служб. Европу заметают мокрым снегом, который совсем не похож на обильные осадки. Тем не менее, во многих европейских странах из-за этого бьют тревогу. Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко расскажет о капризах природы. Наверное, в Украине с такого природного катаклизма только бы и посмеялись. Но снег на туманном альбионе – событие крайне редкое. Последние два года ни снежинки не выпадало. И вот теперь эти странные осадки, которые моментально растаяли, стали проблемой номер один. Самой серьезной для автолюбителей. В европейских странах, где не принято переобувать машины в зимнюю резину, скользкие дороги автоматически превращаются в нескончаемые пробки. На немецких автобанах со вчерашнего дня сплошные заторы и череда аварий. Я уже час не могу сдвинуться с места. Для таких больших грузовиков, как мой, завестись снова на холоде очень сложно. Стою тут и жду помощи. Греции людей, оказавшихся в плену сугробов, спасали на вертолетах просто из собственных домов. Как в фильмах о катастрофах. Целые деревни оказались отрезанными от внешнего мира. Снегоочистительной техники нет. Даже скользкие тротуары для неподготовленных беда. И температура минус 10. Повод надеть на себя все, что есть в гардеробе. Для нас было таким большим сюрпризом увидеть в Лондоне снегопад. Я никак не ожидала этого. Хотела сфотографироваться. Не успела. Слишком быстро прошел. Не так страшен снежный шторм, как его последствия. В Великобритании метеорологи прогнозируют мощнейшее наводнение. Для строительства дам задействовали армию. Больше тысячи человек уже эвакуировали из опасных регионов. Ветры и ледяные ливни бушуют на востоке и севере страны. Все эти осадки пришли из Канады. Арктические холодные потоки воздуха проходят над относительно теплыми морями. И выпадают в Европе. А пока не растаяли последние сугробы, народ лепит снеговиков и с удовольствием катается на санках. Кто знает, может даже такого снега в Европе не будет еще несколько лет. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В скандале с компроматом на Дональда Трампа новые детали. Стало известно, что автор досье британский разведчик Кристофер Стилл. Более того, он выуживал информацию не только о Трампе. За кем еще шпионил и правдивы ли его данные? В нашем следующем материале. Куча машин, телевизионной техники и журналистов. Уже второй день подряд пресса буквально дежурит возле офиса Orbis Business Intelligence, где работает тот самый 52-летний Кристофер Стилл. Именно бывшему сотруднику британской спецслужбы Ми-6 и приписывают компромат на Трампа. Это единственная фотография Стилла, которую тиражируют СМИ. Но даже на этом снимке трудно рассмотреть черты его лица. У его дома припаркованы машины, а в окнах горит свет. Однако где он сейчас, не знает никто. Даже его компаньон по бизнесу, Кристофер Берроуз. Издание The Telegraph удалось взять у Берроуза интервью. Вы можете сказать, где находится ваш партнер по бизнесу? Вы знаете, я не могу дать вам какие-либо комментарии. Особенно о том, был ли он причастен к сбору информации для досье или нет. Мы будем наблюдать за ситуацией. А что вы можете сказать по поводу доклада и информации, которую он содержит? Я не буду ничего комментировать по поводу досье в настоящий момент. Досье с компроматом появилось в свободном доступе два дня назад. Его опубликовало издание BuzzFeed. В документе 35 страниц. Но самое скандальное, Россия якобы собрала компромат на Трампа, чтобы влиять на него в дальнейшем. Сам Трамп все опровергает. Отрицают свою причастность и в Москве. Не смогли подтвердить важные детали из доклада и в ФБР. Об этом сегодня сообщил телеканал CNN. ФБР расследует достоверность и точность этих утверждений, но пока не смогло подтвердить многих существенных деталей в докладе о господине Трампе. Немаловажную информацию о стиле собрали в BBC. Сегодня издание сообщило, что он не только долгое время работал в британском посольстве в России, но и собирал информацию о деятельности FIFA. Его якобы и нанял комитет Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году. По данным журналистов, стилу поручили выведать все о странных конкурентах, а главное о России, которой в результате и досталось право проведения чемпионата мира по футболу. Но пока сложно подтвердить правдивость этих сведений. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Три года за подножку беженцу, афроамериканка на золотой монете и бездна посреди дороги. Об этом не только в нашем международном обзоре. Отставка за растраты в Австралии министра здравоохранения и спорта уволили из-за злоупотребления властью. Сьюзан Ли использовала рабочие командировки для покупки люксовой недвижимости на курорте. На фоне скандала министр сама подала в отставку, хотя говорит, что не намеренно тратила бюджетные деньги на поездки. Просто в командировке подвернулся случай сделать выгодную инвестицию. Три года условно за подножку беженцу в Венгрии осудили оператора Петру Ласло, которая во время съемок на границе с Сербией сделала подножку мигранту с ребенком и надавала пинков подросткам. Эта выходка в сентябре 2015 года стоила сотруднице телекомпании работы. Позже началось судебное разбирательство. На суде Ласло оправдывалось, что лишь пыталась защититься от толпы беженцев. Афроамериканка впервые украсила золотую монету в США. Профиль темнокожей девушки, символизирующей леди свободу, появился на монете номиналом в 100 долларов. Новый денежный знак выпустят в апреле, к юбилею Монетного двора. В дальнейшем предприятие планирует изготовить монеты с изображением американок с азиатскими, латиноамериканскими и индийскими чертами лица. Бездна посреди дороги. В Калифорнии кусок автополотна ушел под землю. На месте обвала образовалась 20-метровая пропасть. Магистраль размыла из-за осадков. Всю неделю в регионе не прекращаются ливни. Аварийный участок перекрыли, но дожди мешают ремонтникам восстановить дорогу. Элвис жив. В провинциальном австралийском городке две команды Элвиса в Пресли сыграли в регби. На поле вышли мужчины в костюмах короля рок-н-ролла. Перед началом исполнили традиционный танец хака, но с фирменными сценическими движениями Пресли. Так в городке начался 25-й ежегодный фестиваль, приуроченный ко дню рождения легендарного музыканта. Собака бывает кусачей президентское не исключение. Питомец первой пары США цапнул подружку их дочери Малии. Девушка пыталась погладить и поцеловать четырехлетнюю Санни. Она, видимо, испугалась нежностей и дала сдачи. Пострадавшую осмотрел семейный врач президента и наложил швы. Скорее всего, на память о визите в резиденцию. В гости останется небольшой шрам под глазом. Ученым впервые удалось заснять на камеру редкостного обитателя океана. Рубиновый морской дракон попал в объектив исследователей возле австралийского побережья. Этот вид животных открыли всего два года назад. Рубиновые драконы отличаются яркой окраской и необычным строением скелета. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова